Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на понедельник, 29 августа. Как всегда, пройдемся по всем знакам и зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Ну что, первая карта для наших дорогих овнов. Шестерка, шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли здесь, знаете, где вы будете проводить какой-то обмен, да, где вы будете оказывать кому-то какие-то услуги и вам за это будут платить денежки. Или если у вас есть вопрос, получу ли я деньги, придут ли деньги ко мне, дадут ли мне деньги, да, конечно, дадут. Также еще, может быть, по этой карте, где вы будете тратиться, тратиться в этот день для ваших детей или, может быть, ваши дети будут просить какую-то финансовую поддержку и вы будете помогать им, да, по этой карте. Вот. Но еще здесь, может быть, кстати, как карта алиментов, да, может быть, вы в разводе и здесь регулярно, ежемесячно, может быть, помогаете и вы оплачиваете какую-то сумму денег к своему бывшему или своей бывшей, да, в зависимости от ситуации вашей. Вот. Но здесь денежки приходят легко, оно также и тратится легко. Девятка, девятка чаш. Здесь исполнение желания, здесь вы довольны, здесь вам хорошо, вам прекрасно. Здесь, знаете, праздник. Это какой-то, может быть, душевный праздник, да, изнутри. Здесь именно достижение, это то, что вы достигли, у вас получилось. Здесь, может быть, какой-то банкет, здесь, может быть, знаете, какое-то семейное торжество. Здесь вы довольны результатом, вы здесь довольны, к чему вы пришли, да. Здесь, может быть, какой-то внезапный поворот произошел, да, что-то получилось, и вы даже не ожидали, и вы не ожидали, что это произошло с вами, и вы как будто в это не можете поверить, да, это как исполнение вашей заветной мечты может исполниться в этот день, что-то необычное может произойти с вами в этот день, да, здесь именно это эмоции, эмоции радости, наполненности, любви, счастья, когда вам хорошо, когда вам прекрасно, когда вам эмоционально комфортно, и здесь именно вы находитесь в таком положении, когда вы просто не хотите ничего менять, когда вы хотите сказать всему миру, посмотри на меня, обрати внимание на меня, посмотри, как я это сделала, я это сделал, я достигла этого, да, вы гордитесь собой, и вы также, может быть, знаете, делитесь своими эмоциями с другими, и чтобы эти другие тоже, может быть, порадовались с вами вместе за вас, потрясающая карта. У близнецов у нас семерка, семерка жезлов, здесь, знаете, когда придется отбиваться, защищаться, защитить свою территорию, свою семью, свои какие-то интересы, да, по этой карте, но здесь вы готовы это сделать, вы готовы сразиться, потому что здесь вы храбрый воин, вы готовы, знаете, отстоять что-то свое, здесь нет страха, здесь бесстрашие, поэтому здесь вы будете на старте ждать, и готовы будете доказать свое, и, знаете, даже если будут какие-то препятствия, вы готовы это все разодвинуть, преодолеть, достичь, но все равно сможете отстоять свое, будете стоять на своем, ну и отстоите. У раков у нас карта мир, карта мир здесь завершение, завершение какого-то жизненного цикла, да, что-то может быть завершится здесь, это может быть завершение отношений, завершение учебы, завершение работы, проекта какого-то, да, решили, может быть, больше не работать, решили выйти на пенсию, да, потому что надоело, может быть, уже, или, может быть, прекратите работать на кого-то, потому что захотите открыть свое дело, свой бизнес, да, или, может быть, здесь решите просто изменить, изменить что-то в вашей жизни, выйти в соотношениях, развестись, да, может быть, по этой карте, и тут же начать новые отношения, или переехать, смена деятельности может для кого-то произойти, перемена места жительства, переезд, переезд может быть за границу, это может быть вопросы какие-то связанные, знаете, с вашим бизнесом, это может быть, знаете, что-то связанное с дальними землями, и может быть, если у вас есть свой бизнес, то тогда, может быть, ваш бизнес перейдет на другой уровень, или вы начнете свой бизнес, но вы захотите его делать как бы на интернациональном этапе, где у вас будут клиенты из разных стран по этой карте, вот, или, может быть, здесь будете именно обсуждать, обсуждать, и будет происходить разговор переезда, может быть, даже за границу, или смена места жительства здесь, да, по этой карте, поэтому здесь, может быть, такие какие-то разговоры, и здесь у вас именно начнется, завершится один цикл жизни, и начнется другой. Лев. У любого нас Паш, Паш Жезлов. Паш Жезлов, может быть, произойдет какая-то идея, в голову загоритесь какой-то новой идеей, может быть, получите какую-то новость, может быть, начнете что-то делать здесь по этой карте, это как будто на начальном этапе, для кого-то это, может быть, как начать свое дело, начать обучение, свой бизнес, да, по этой карте, потому что именно эта карта символизирует как начальный этап, что-то новое, может быть, будет, или, как бы, начинать с чего-то по этой карте, может быть, получите какое-то сообщение или новость, это как, знаете, обучаться каким-то новым навыкам, чего вы раньше не изучали, и вообще вы не знаете эту сферу, вы никогда, может быть, что-то не делали, да, и у вас вообще другое направление, вы совершенно другим занимаетесь, но решите, может быть, рискнуть и попробовать себя в другом направлении, да, и начать изучать вообще другую тему по этой карте. Может быть, это будет для кого-то важно для того, чтобы открыть свое дело, свой бизнес, потому что у вас появился какой-то новый интерес, может быть, да, по этой карте, потому что это все-таки огненная стихия, по огненной стихии у нас, знаете, мы загораемся, у нас появляются новые желания, у нас появляются какие-то новые мысли, и мы пытаемся тоже реализовывать, действовать, начинать, да, поэтому здесь может быть такая активность проявиться, где вы будете что-то начинать, что-то делать, ну, это будет как бы на начальном этапе, конечно, да, только начнете. Или, может быть, заниматься будете вашими детьми в этот день, ну, эти дети будут, конечно, очень активными такими, да, дети не поседа немножечко, потому что будут постоянно задавать какие-то вопросы, или, знаете, играться, или еще что-то, да, где очень будут такими активными. Может быть, будете записывать вашего ребенка на спорт, потому что он очень активный. Дева. У девы у нас десятка, десятка пентаклей, финансовый дождь, наслаждение, здесь, знаете, финансовый успех, это кульминация, это завершение, завершение, может быть, какого-то проекта, и вы получите такие большие деньги какие-то, или какую-то сумму денег, да, по этой карте, или если вы ждете денежки, то вы их получите. Здесь именно прибыль, успех, удача, финансовый рост, финансы перейдут на другой уровень. Здесь вам очень комфортно с вашими финансами, потому что, естественно, здесь есть денежки, увеличение вашего капитала здесь произойдет. Также еще здесь может быть праздник, семейный праздник, торжество какое-то, да, что-то будете отмечать по этой карте, может давать, конечно, пополнение тоже в семье по этой карте. Также еще переезд, покупка недвижимости или чего-то ценного, может быть, автомобиль, да, для вас, это в зависимости, какие у вас ценности. Также еще здесь могут быть какие-то удачные инвестиции по этой карте, но это прибыль, это именно какая-то прибыль, это финансовый рост, это когда вы будете позволять себе больше его лучшего и когда вы перейдете на другой этап жизни, да, где вы будете жить лучше и где вы будете позволять себе больше. И здесь именно у вас будут такие возможности это делать для себя, потому что у вас все будет прекрасно с финансами, потому что ваши финансы вырастут. У весов у нас четверочка, четверка мечей, здесь, может быть, нужен будет отдых, сделать какой-то тайм-аут, поехать в ретрит, в санаторий, отдохнуть, собраться, собраться мыслями, что-то обдумать, или, может быть, сделать такой тайм-аут или паузу в каких-то делах для того, чтобы обдумать следующий шаг, следующий шаг действия, допустим, да, по этой карте. Поэтому здесь, может быть, для кого-то это будет связано также, знаете, с обследованием, может быть, будет плохое самочувствие, также это еще может быть переутомление, недосыпание, и здесь просто нужно сделать, взять для себя выходной, да, отдохнуть и выспаться, может быть. Или если на самом деле есть какие-то недомогания, ну, здесь нужно будет обратиться тогда к врачу, обследоваться, может быть, да, показать себя к врачу, поговорить с вашим врачом, или просто в этот день кто-то разрешит поехать куда-то в ретрит, в санаторий и провести это время с самой собой, или, знаете, как бы отдохнуть, сделать такую паузу от мира, можно сказать. Скорпион. У скорпионов у нас карта влюбленная. Карта влюбленная, здесь партнерство, договоренность, здесь, когда две стороны хотят одного и того же, здесь, может быть, какие-то романтические отношения, свидания, здесь могут быть отношения, перейти на другой уровень, да, здесь для кого-то может быть свадьба, венчание, праздник какой-то, или, может быть, здесь свидание произойти, да. В деловой сфере здесь именно как подписка контракта, заключение, если вы ищете бизнес-партнера, то вы его найдете. Также еще, может быть, по этой карте, это когда нужно будет определиться или выбрать, да, по этой карте что-то, с чего вы хотите, может быть, нужно будет именно сделать выбор, потому что, может быть, будет что-то, или здесь может произойти какая-то дуальность, да, и здесь именно нужно будет определиться и сделать какой-то определенный выбор для себя, то, что будет устраивать вас, да. Но здесь именно будет взаимопонимание, здесь, когда две стороны будут хотеть одного и того же, и здесь будет устраивать, устраивать там кондиции каких-то ваших дел или контрактов, да, и вы будете именно понимать друг друга, и здесь будет еще, кстати, по этой карте может еще быть примирение, да, если была какая-то спора или с кем-то не разговаривали, или был какой-то конфликт, то по этой карте это может быть как перемирие, примирение, да. Стрелец. У стрельцов у нас пятерка, пятерка мечей, здесь может быть какой-то конфликтная какая-то ситуация, спора, скандал, ругань может быть, но здесь как будто, знаете, я прощу прощения, мне пришлось остановить видео, потому что мне позвонили в дверь, и, естественно, собачонка расстроилась, что это и начала лаять, так что прощу прощения за это, вот. И здесь я хочу добавить еще, здесь может быть, знаете, как будто такая некомфортная ситуация, напряжение, где когда что-то будет не устраивать, это может произойти какие-то разногласия здесь, по этой карте, или спора, конфликт. Но здесь, знаете, как будто каждый человек, или, может быть, даже вы лично, захотите выиграть или победить в этой споре, да, потому что для вас это будет важно очень. Или придется защищаться или отбиваться, что-то говорить, коммуницировать по этой карте. Но здесь могут быть какие-то неприятные разговоры, но в то же время еще, знаете, как будто кто-то что-то может сказать или резко ответить вам, это может не понравиться, или расстроит это вас. Это может быть, знаете, как быть на штыках с кем-то тоже по этой карте. Козирог. У козирков у нас карта луна. Карта луна, старший аркан, здесь могут быть какие-то эмоции, эмоциональная реакция, переживания, стресс. По этой карте какие-то недомогания, плохое самочувствие тоже может быть по этой карте, да, в этот день, предчувствия какие-то могут быть, или вещи и сны, или может быть интуиция будет очень хорошо развитая в этот день. Или здесь как будто что-то непонятно, туманно, нет ясности, нет четкости в какой-то ситуации, что-то проявится, прояснится, выплывет, может быть, наружу, да, по этой карте. Также еще может быть по этой карте эмоциональная реакция на что-то, или еще может быть как, знаете, это может быть еще карта материнства, или это может быть еще карта беременности, да, выяснится, что вы беременны, может быть, у вас было какое-то недомогание, плохо себя чувствовали, пошли к врачу, обследовались, и вы узнали причину, да, почему вы плохо себя чувствовали. Вот, это может быть немножечко такая история для кого-то по этой карте но здесь именно знаете такие эмоции могут быть обивчивость может быть на где вы будете обижаться или не разговаривать с кем-то эмоциональная реакция или что-то будет не устраивается и может будете капризничать в этот день будете такие капризули может быть немножечко на потому что эмоционально может быть просто знаете не совсем будете как бы знать как вам сказать эмоционально здесь знаете это когда что-то может быть не устраивает или вы ищете какие-то причины может быть до или расстраивайтесь по каким-то поводам это даже может быть знаете не абсолютно вы сами себе это внушаете здесь может быть нет повода для каких-то таких эмоциональных реакций, да, но здесь вы сами будете себе что-то внушать может быть и сами себе будете будете расстраивать, может быть по какому-то поводу, да, или что-то обдумывать, накручивать себе в голове своей водолей удалив у нас паш паш чаш, здесь может быть начало творческого развития, может быть да, это начало бизнеса для кого-то может быть, может быть у вас талант и здесь именно может быть вы будете начинать что-то делать открывать что-то по этой карте, или может быть здесь будет духовное развитие или будете делать какие-то практики обучаться каким-то навыкам может быть, да, это может быть что-то связанное с эзотерикой, может быть или может быть делать будете аффирмации медитации, может быть по этой карте также это связано, знаете с получением каких-то новостей может быть получите какую-то новость это вызовет эмоции, да, по этой карте также еще, может быть будете присматривать присматривать за вашим ребенком или за старым человеком по этой карте, или, может быть, даже, знаете, где здесь вы будете отводить вашего ребенка, может быть, в художественную школу, да, потому что у него есть талант, он знает, как, может быть, рисовать, и вы будете искать ему учителя по этой карте. Вот, или получите какую-то, может быть, новость, которая вызовет эмоции. Рыбы. У рыбы у нас шестерка, шестерка чаш, здесь, знаете, эмоции, здесь, может быть, встреча, встреча с одноклассниками, или, знаете, возврат в прошлое, может быть, кто-то вернется с прошлого, или будете обсуждать ваше прошлое с кем-то, или, может быть, вы вернетесь к своему бывшему, возобновятся ваши отношения, может быть, он у вас попросит прощения, и вы его простите и примите его, да, по этой карте, или вам сделает подарок, сделает что-то приятное, подарит вам букет от цветов, или коробку кучку конфет, или, может быть, здесь вы будете вспоминать о прошлом, где будете смотреть фотографии, или навестите место, где вы родились, да, по этой карте, это, может быть, воспоминания детства, еще, но это такие, знаете, очень приятные воспоминания, теплые, это когда вам хорошо и приятно на душе, когда вы это вспоминаете, это просто наполняет ваши глаза, и где, знаете, просто, знаете, происходит такая приятная волна на душе, когда у вас очень такие теплые и приятные воспоминания о каком-то месте, о каком-то человеке, может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья, я вам желаю успехов и удачи, приятного вам дня на завтра, пускай исполняются все ваши желания, пускай вам всегда будет вести во всем, и пусть будет просто море энергии Вселенная подарит вам на завтра. Но если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень-очень благодарна, если вы подпишетесь заранее, благодарю вас за вашу поддержку, успехов и удачи вам, пока-пока!